всем привет дорогие друзья как вы думаете где мы находимся никогда не догадаетесь мы находимся практически в 150 километрах от анталии в местечке которая называется и брады и брады в котором расположены очень красивые дома в общем здесь очень классно но сначала смотрите нашу дорогу сюда а а а а а а мы остановились на пять минут передохнуть там еще ехать около 40 минут и на дороге есть обычно вот такие вот небольшие самодельные магазинчики где можно купить различные фрукты также у них здесь есть инжир оливковое масло кстати кукуруза еще вот такой вот инжир кукуруза оливковое масло оливки ну и самые самые обычные фрукты ну и конечно же различные вот например варенье из инжира пекмес домашнего производства мед мед здесь даже есть также можно выпить чаю или просто отдохнуть ну а мы поедем дальше а а а а а а по дороге мы остановились в на вот такой вот стоянке где есть и заправка и также рестораны туалеты здесь есть бесплатный вайфай детская площадка и есть очень интересный магазин в котором продают традиционные товары а здесь есть очень интересные красивые вещи но сейчас с вами зайдем и посмотрим так здесь у нас выход вход у нас с той стороны видите как туалет здесь кстати бесплатный вот здесь вход в этот магазин и мама уже здесь где-то ходит выбирает себе разные интересные сувениры а здесь продают очень красивые традиционные вот такие вот кофты из натурального хлопка вот это вот очень мне понравилось очень красиво и различные кофточки которые можно носить дома или например вот такие вот красивые вещи яркие ярко голубого цвета бирюзового мне очень понравилась вот такая вот простенькая беленькая рубашечка можно выбрать и купить вот тоже очень красивая рубашка здесь есть конечно же полотенца различные чаи кофе вот такие вот красивые пакетики с турецким кофе очень много разных ух мам что ты себе выбрала пешмане наверное вот это да пешмане гранат а нет это халва гранатовая халва какао много много разные масла орехи семечки здесь обычный маркет маркет а здесь например продается мыло тоже натуральное мыло написано все что оно для чего оно полезно и вот такой вот кусочек мыла стоит например например пять лир я думаю что это скорее всего лавандовое мыло и здесь написано натуральное например оливковое мыло а здесь с различными добавками ну и традиционная турецкая косметика и очень много сладостей конфеты милана шикери ну и различные леденцы много разных видов таких вот леденцов а теперь мы продолжаем наш путь дальше видео все 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 и и такие и все все не Мы уже заехали в Брады. И Брады это район, небольшой район Анталии. Здесь проживает всего 3600 человек, как было написано при въезде в город. Это такое небольшое поселение. Ну, конечно же, здесь есть и магазины, и рестораны, гостиница, школы, полицейский участок. Очень красивое историческое местечко, в котором расположены дома, которые мы едем смотреть. Называются они Дюймели Эвляш. И если переводить дословно с турецкого, это дома с пуговицами. Только что пробежала белка через дорогу. Очень красивое место, окруженное горами и лесами. Как вы видите, растут здесь такие большие красивые деревья, сосны, елки. И сейчас мы едем по городу как раз по направлению к этим старинным традиционным домам. Домам с пуговицами. На первый взгляд, очень ухоженный, красивый городок с отреставрированием домами. И температура воздуха показывает всего 20 градусов. Ну что, дорогие друзья, до того, как поехать смотреть дома с пуговицами, мы проголодались дороги. И сейчас я вам покажу, что мы здесь кушаем. Очень красивый маленький городок. Вот такое вот небольшое кафе. Дома расположились на горе. И мы заказали... Мы заказали пиде. Здесь есть у нас еще вот такой вот уже два маленьких друга. Два котика. И мы заказали пиде с фаршем и с сыром. Здесь у нас салат, вода. В общем, ничего особого, но с дороги очень вкусно. Вот так вот выглядит здание мэрии в этом городке. И очень много разных магазинчиков, кафешек и, конечно же, котиков. Котики боятся. Если обратить внимание, то с первого взгляда городок очень чистый. И где-то здесь, в трех километрах от центра, как раз и расположены вот эти вот дома. Мы сейчас находимся в районе Ормана. Ормана Беледеси. Именно здесь находятся вот эти вот дома. Но они скорее не с пуговицами, как я вам раньше говорила, а вот с такими вот пупырышками. Кажется, что это такие пупырышки, но на самом деле тогда не было железа. И поэтому для того, чтобы дом держался, делали вот такие вот перекладины из дерева. И здесь дома отреставрированы. И написана история этих домов. Эти дома, их здесь на самом деле очень много. И они расположены на протяжении вот этого всего Ибраду Юруш Паркуру. На протяжении вот этой вот тропы. То есть начинается от Ормана и на протяжении 11 километров до Алтын-Бешик пещеры. Пещера Алтын-Бешик находится многочисленные достопримечательности. Как рестораны, отели, какие-то интересные исторические места. Много вот этих вот домиков. Есть пещера, есть место, где выращивают виноград. Где можно покататься на лошадях. В общем, вот это вот всё и есть вот эта вот тропа Ибрады. Тропа Юруш Паркуру, как её перевести? Ибрады, Пеший Паркур, Пеший Паркур Ибрады. Очень красивое место на самом деле. Да, и вот здесь есть вывеска пещеры. Алтын-Бешик Ибрады, Алтын-Бешик Пещера. И вот такие вот традиционные дома, которые отреставрированы. Ну, конечно же, что Айхан нашёл? Айхан нашёл маленькую кафешку. И очень много вот этих вот домов с так называемыми пуговицами. И вот, например, пример такого дома отреставрированного. Здесь есть, здесь расположена гостиница. Вот вы видите, здесь всё было отреставрировано так вот красиво. И внутри расположены гостиницы, ресторан, кафе. Проходят различные выставки. Очень много всего интересного. И пахнет прям деревом. Мам, как тебе? Интересно, да, столько много всего. Вот настоящая Турция. Ну, это да, это действительно, вон, здесь и много, поэтому, вон, 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 вон. Очень здесь красиво. Вот такое вот небольшое кафе во внутреннем дворике. И вот они отреставрированные дома. Сюда приезжает очень много туров различных, как местные, так и иностранцы. И здесь есть вот такой вот ресторанчик, где готовят в печи всякие разные пиде. Вот сейчас готовят пиде и будут выпекать их в печи. Здесь также есть куриные яйца домашние, можно купить различные орехи. Ну, и, конечно же, отдохнуть, отдохнуть в отеле. Очень красивое место, прям с таким турецким колоритом. А сейчас покажем вам, что находится внутри хозяина этой гостиницы. Ой, и кто здесь? Конечно же, кот. Хозяин этой гостиницы нам показывает, как выглядит все здесь внутри. Вот такие вот красивые резные двери. Кот бегает. И вот такая вот летняя терраса. Сейчас уже наступает зима. Кстати, здесь 20 градусов, достаточно прохладненько. Вот такая вот терраса. И здесь расположены комнаты. Да? Внутри. И расположены здесь комнаты. Ой! Настоящий турецкий дом. Посмотри, как классно. Настоящий турецкий дом. С таким вот очагом. Раньше этот очаг должен быть действующий, потому что обожженный. Аааа. Ой. Вы çalışаете? Нет. Здесь старая ванна, можно было принимать душ там, а здесь обычный обычный шкаф, но и наверху тоже хранили различные вещи которые необходимы были в быту, а здесь расположена душ И вот так вот выглядит гостиная с различными такими вот традиционными вещицами Ну и обратите внимание на то, как отреставрированы эти все окна Вот еще одна комната спальня, тоже вот такие вот шкафы раньше были деревянные, где хранили различные принадлежности И вот такая вот небольшая комнатка с маленькими шкафчиками А здесь тоже шкаф, который встроен в стену Открываешь и здесь расположены полотенца, тапочки и полотенца Этому дому практически 300-300 лет, ну конечно же отреставрированный И вот тоже старый оригинальный шкаф, который встроен в стену Очень вкусно здесь пахнет деревом И вот так вот выглядят эти дома Посмотри какие у него глаза Нравится ему, раз он так на спинку ложится И вот так вот выглядят эти дома, когда они не отреставрированы И вот, наверное, вот это вот тоже похоже на пуговичку Вот эти вот штучки похожи на пуговичку Но на самом деле, как нам сказали, эти дома называются, конечно, не пуговицы А вот эти вот перекладины, они идут вглубь через весь, всю стенку И, конечно же, поддерживают камни и дом Вот также один, еще один старый дом Как люди отапливают дома, дома отапливают вот этими вот дровами У всех, у всех, у всех есть печки Ну и, как вы видите, здесь вот это вот задний дворик отеля, где мы были И, как вы видите, старые дома также здесь в перемешку с новыми Вот, например, один, еще один, еще один старый дом, который, который, скорее всего, отреставрирован уже не будет Видите, он уже весь покосился, разваливается А рядом с ним построили из бетона Что-то наподобие такого же старого дома Вот еще один такой же старый дом А вот вдалеке вы видите под старину сделанные дома из бетона Но, конечно же, вот такие вот дома из бетона под старину намного красивее Чем, например, вот тот абсолютно бездушный дом, желтый, который стоит вот там вдалеке А вот эти дома, они либо разрушаются, либо их реставрируют Вот давайте пройдем еще по этой улице Здесь вот видите тоже старый дом, который и не один Который постепенно разрушается Его каким-то образом поддерживают, чтобы он совсем не упал Но здесь уже реставрации, скорее всего, он не подлежит И вот, прямо напротив него Здесь, наверное, кто-то еще живет Но, как мы видим, что он тоже уже в таком достаточно плохом состоянии Только поменяли крышу Вот такое вот интересное, друзья, у нас с вами получилось приключение Вы увидели новое место так же, как и мы И нам очень понравилось Надеюсь, что вам тоже понравилось И пишите ваши комментарии Подписывайтесь на канал, ставьте лайки И не забывайте про наш инстаграм Там всегда очень-очень интересно Ну, на сегодня мы с вами прощаемся Мы отправляемся обратно в Аланию Здесь мы немножко охладились Едем в жаркую и солнечную Аланию Всем всего хорошего Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok